Мы считаем данный суд ленитимы в отношении меня и починка. Мы, граждане Украины, задержаны диктой нашей страны, которые были препорождены вашими спецслужбами суда на территории вашей страны и обретаются объединительность по партизированному и политическому делу. Но, тем не менее, я не испытываю никакой личной неприязнью ни к суду, присутствующую здесь, ни к прокурору. Я считаю себя активистом Майдана. Но это значит, что я преступник. Я был на Майдане. Я считаю, что это, наверное, главное событие, которое сделал в своей жизни, главный поступок. Это очень означает, что я такой радикал, сжигал верху, перелепил кровь чуда. Мы выступали в офисе президента преступника. После того, как Ваша Украина начала оккупацию моей родины, Крыма, я вернулся туда и продолжил свою волонтерскую работу, в принципе, такую же, как я делал на Майдане, волонтерское амбинаторское. Я общался с очень многими активистами, с сотнями. Мы все думали, что делать дальше, потому что ситуация, как правильно сказали, свидетели с той стороны, потерпевшие, точнее, что ситуация была в Крыму, а в марте в апреле очень сложная, очень непонятная и трудная для всех. Но я никогда не призывал никого к насильственным бейственным, тем более, которые могут привести к каким-то жертвам, пострадавших среди миру населения, тем более. Никогда не создавали ни по террористической организации, ни по террористической группе, тем более, ни менее, по отношению к правому сектору. Тогда произошло очень короткое, простое предложение. И да, уже есть два свидетельства, у нас есть уже. А теперь будут показания, дают лишнее. Ты, типа, или идешь дальше, даешь на кого-то из руководства Майдана или Украины показания, что они хотели заворовать памятники туда, получаешь 7 лет как соучастник. А если нет, мы тебе сделаем руководителем, получишь 20. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»